Всем привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с очень интересной штукой для велолюбителей. Это вот такая будет антипрокольная лента. И еще такая антипрокольная лента на шоссейные велосипеды. Я ее заказал по незнанию, думал, что она у меня станет на мой горный велосипед. Но, как видите, она в два раза тоньше обычной ленты, которая нужна для горного велосипеда. Цена данной антипрокольной ленты около 5 долларов, там 4 с копейками. А цена этой антипрокольной ленты около 7 долларов, там 6,78. Сегодня мы поставим вот эту антипрокольную ленту на мои 26 колеса. И посмотрим, как она справится с гвоздями, с шурупами. И вообще, как она себя будет вести в таких ситуациях, когда гвоздь или шуруп ее захочет проткнуть. Посмотрим, говно это или нет. Погнали! Так, значит, для начала у нас есть вот такая вот лента. Это лента для шоссейных велосипедов, как я понимаю, для спортивных. В мотке этом идет, значит, две ленты самих. Вот они идут. И, как можем видеть, они защищают нашу резину полностью вот вокруг колеса. Вот мы видим. Так, ну и для начала мы будем испытывать эту ленту. У нас есть, значит, вот такой гвоздь маленький. Шуруп побольше. И вот такие вот саморезики. Значит, будем проверять сначала на вот таком вот толстом шурупе. Посмотрим, выдержит оно или нет. Скажу для начала, что эта лента мной была заказана по глупости, потому что я думал, что она подойдет для горного велосипеда. Но увы. Но заради теста интересно будет ее протестить. Смотрим. Вот я надавливаю. Не протыкается. Как видим, не протыкается. Ха! Вы что, хотите сказать, что она реально спасает? С другой стороны пробуем проткнуть. Не протыкается. Вот. Видим, есть вмятина. Но нет, не проткнулась. Хорошо. Идем дальше. Пробуем вот таким саморезом. На другом месте. Ну, не протыкается, слушайте. Я думал, что она прям говнище будет. Вот, смотрите, я разгладил. И она... Ну, вот есть, конечно, вмятина небольшая. И видно, что тут было место прокола. Ну, как бы, хотя оно не проткнуло. Ну, пробуем еще раз. Не проткнуло, слушайте. Прикольно. Окей. Ну, я так подозреваю, что и вот этот саморез, оно не проткнет. Хотя я сейчас немного больше усилий прижму. И обратите внимание, кончик очень острый. Пробуем. Оп. Проткнуло. Проткнуло. Ну, я проткнул не под прямым углом. Вот таким, а под острым. Давайте попробуем под прямым углом. О, проткнуло. Вот такая лента у нас, ребят, проткнуло. Окей. Идем дальше. Есть у нас вот такая лента. Для горного велосипеда. И сегодня ее мы будем устанавливать на мои колеса. Так, окей. Вот, смотрим. Она у нас эластичная. Она у нас прозрачная. Вот. Немножко тянется. Вот, видим. Тянется. И, ну что, давайте пробовать, значит. Попробуем опять с вот такого вот шурупа. Смотрим. Нет, вообще не проткнуло. Ничего ему нет. Вот до самого низа я попробовал проткнуть. Ничего нету. Ничего. Пробуем. Так, вот на другое место берем. Оп. И что вы думаете, не проткнуло? Вот. Реально не проткнуло. Насквозь не проткнуло. Пробуем еще раз. Дальше. Берем. Оп. Нет. Вон. Нет. Вмятина есть. Пленка немного растянута, но насквозь она не прошла. Слушайте, а они что, реально работают? Окей. Пробуем вот такой вот саморез. Вот, смотрим. Раз. О. Не проткнуло, ребят. Смотрите. Не проткнуло. Вот. Не проткнуло насквозь. Будем на этом самом месте давить дальше. Ну и давайте проткнем его уже прям силой-силой. Новое место находим. Я вам скажу момент, когда она проткнет. Вот, смотрите. Не проткнуло еще. Ого. Ого. О, проткнуло. То есть вы видели, какое мне нужно было приложить усилие, чтобы проткнуть эту ленту острым саморезом. Тут реально кончик очень острый. Этот, я думаю, конечно же не проткнет. Вот. Оп. Мы видим, что как она натягивает. Реально не протыкает. Ну и гвоздиком обычным, маленьким, я думаю, проткнуть у нас не составит вообще никакого труда. Надавливаем. Не проткнул еще. Не проткнул, не проткнул, не проткнул. Не проткнул. Ого. Проткнул. То есть, ребята, я вам скажу так, что эта лента, вот эта лента намного лучше в разы, чем вот такая лента. Ну, хотя это для шоссейных велосипедов, для спортивных, это вот для горных велосипедов. Эта лента меня удовлетворила пока что. Вообще она прям очень крутая. Растягивается. И она стоит всего лишь около 5 долларов. 4 с копейками. Вот. И она меня очень устраивает. Слушайте, реально крутая лента. Прям реально крутая. Давайте устанавливать на мои колеса. Так, ну, чтобы одеть нашу ленту под низ покрышки, нам нужно сначала разбортировать колесо. Разбортировать я его буду вот таким вот китайским набором. Мне он очень понравился. Он у меня уже был на разборе. Вернее, на обзоре. Вот. Вот такой вот наборчик. Китайский. Реально пушечка. Есть на канале обзор на него. Я оставлю ссылочку на этот обзор. Там посмотрите и сможете его себе заказать. Так, в общем, нужно разбортировать. Так, ну и теперь нам нашу ленту нужно одеть под низ. Значит, берем нашу ленту. Сначала ее размотаем. Я напомню, у меня колесо 26. Вот, берем. И вот так в середине. Чтобы она равномерно у нас располагалась. Чтобы она ровно лежала по серединке. Я думаю, что такая лента любителям велосипедистам будет очень интересной. Потому что я сам являюсь любителем велосипедистам. И за этот сезон я проколол ой, покрышку раз, наверное, 5 или 6. Если не больше. То есть, это реальный геморрой. И прокалывал я, что самое интересное. Не какими-то там гвоздями. Один раз только был, что я гвоздем проколол. А то какими-то камешками маленькими. Вот, то есть, такими предметами, от которых эта резина меня спасла бы прям 100%. Так, вот мы так идем в нахлёст. Ага, значит, смотрим, какой... Как у нас интересно. Резина. Вернее, это антипрокольная лента. У нас идет уже в нахлёст. Вот, возможно, вы видите. Вот, я уже дошел до конца. И у нас еще вот такой кусок нахлёста остается. Вот такой кусок нахлёста. Я читал, что некоторые производители рекомендуют делать ленту в нахлёст. Некоторые рекомендуют обрезать ее. Но, из-за того, что у нас лента очень тоненькая изначально. Наша, она реально очень тоненькая. И эластичная, и хорошо тянется. Я ее не буду обрезать встык-встык. А буду делать в нахлёст. И я думаю, что я сейчас вставлю нашу покрышку. Вернее, не покрышку, а камеру. Вот, нашу вставлю камеру. И надую колесо. Для того, чтобы лента выровнялась. Вот в колесе нашем. Ну и со следующим колесом выполняем те же манипуляции. Мне одному немножко будет тяжеловато делать. Но если у вас есть на данный момент помощник, который вам поможет в данной работе, то вы справитесь намного легче и быстрее. Ну все, а теперь только осталось соединить покрышку с ободом. И можно кататься. Что я вам хочу сказать, друзья. С антипрокольной лентой я уже немножко покатался. Она показала в работе себя в принципе хорошо. Ну, по крайней мере, я колеса не пробивал ни разу еще. Дискомфорта при езде я не ощущаю. Каждая из лент весит по 30 грамм. В сумме 60 грамм. На колесе ее вес не заметен. То есть, что с лентами, что без лент ездить одинаково хорошо. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И спрашивайте в комментариях, какие вопросы вас интересуют по поводу данных антипрокольных лент. Ссылочку на продавца я оставил в описании. Переходите, покупайте. Рекомендую. Те, что белые антипрокольные ленты, мы попробовали их, они действительно годные. Та, что желтая, я не знаю, стоит ли покупать или нет. Думать уже вам. Спасибо за просмотр. Всем пока.